Итак, мы начинаем, и я приветствую всех, кто здесь сегодня собрался. Я очень рад выступить в оффлайне, в наше непростое время, когда модно только интернет, общение осуществлять. И всякий раз, когда я прихожу сюда и приношу новый какой-то материал в своих докладах, я говорю, что принес сырой, рабочий такой материал, и это воистину так. Так как по моему глубокому убеждению, знание делится на еще недоработанное, а значит отчасти недостоверное, и уже выстроенное, выверенное, а значит устаревшее. Первое, соответственно, проработанное, выверенное, а значит им в той или иной степени легко пользоваться, но оно гнет нас под себя, а не мы его. Знание же не проработанное, легко гнется, удобно интегрируется в различные сферы его применения, и, соответственно, может быть полезно каждому из здесь присутствующих. Так что для таких встреч на научных конференциях, симпозиумах, в отличие от книг, которые я публикую, я предпочитаю выносить то, над чем, вот буквально недавно начал работать, или попросту то, над чем копаюсь, да, прямо сейчас в своей практике. То есть материал свежий и неоформленный. Так как, по моему мнению, именно эта, так скажем, форма общения на конференциях может быть в наиболее степени полезна моим коллегам. Этот год я потратил на написание большой, полной, такой объемной работы по сновидениям. Часть ее я уже отдавал в виде Судиной на публикацию, вероятно, она скоро выйдет. Книгу же я тоже надеюсь издать в конце этого года. Это как раз тот материал, с которым я вожусь именно сейчас. И именно с этим материалом я и планирую сегодня перед вами выступить. Этот материал, естественно, основан на самоанализе, так как я, будучи культурологом, искусствоведом, не практикую анализ терапевтический. Меня интересует творческая природа моего собственного внутреннего мира. Рефлексию моих творческих процессов я практикую уже более 10 лет. И многое из этого фиксировано на бумаге, что-то уже издано, что-то выйдет в ближайшем будущем. И работая над природой мыслительных процессов, процессов творческих, над анализом моих сновидений, я наткнулся на весьма примечательные факты, которые долго не давали мне покоя. Я продумывал их и перепродумывал. И пока они не сложились в некую систему, они не отпускали. И вот эту систему, ее, так сказать, предварительные контуры, некую топологию ее, я сегодня и преподнесу. Сразу же отмечу, что она может вызвать у вас бурное ее отрицание, так как ставят под вопрос, под знак вопроса, привычные для аналитической психологии положения. Так что рекомендую к ней отнестись как к некой интеллектуальной игре, некому кульштюку, некой еще одной альтернативной форме подхода к творческому, психическому. Это позволит вам взглянуть на нее более объективно и при необходимости взять ее на вооружение, когда нужен антидот от излишка архетипических интерпретаций. Итак, начнем в ней разбираться. Положение номер один. Оно, в общем-то, тривиально, но является важной предпосылкой дальнейших наших рассуждений. Это холичность воспринимаемого нами мира. На холичность нашего восприятия, его целостность, вне зависимости от объема данных, указывают мириады источников от древнейшей натурфилософии, пытавшаяся найти некое целостное, единое, лежащее в основании всех вещей мира, до современных исследований как в области аналитической и архетипической психологии, так и в области когнитивных изысканий. Функционирование ахоличности, не допускающей никаких выпадений, трещин или разломов воспринимаемой нами реальности, наиболее всесторонне описано в работах современного немецкого философа Томаса Метцингера, в работе, которая, насколько я знаю, на русский язык не переведена, это «Быть никем», и в труде, который есть на русском языке, это «Эго-тоннель». Последний из них, он задействует множество новейших экспериментальных данных, а также выходит на значительные обобщения, используя актуальный интеллектуальный теоретический аппарат. Собственно, спорить тут особо не с чем. Мы действительно воспринимаем мир и себя в нем как некую целостность, завершенность, даже когда нам категорически не хватает информации по тому или иному вопросу. Мы можем держать в уме, хотя тоже, как правило, недолго, что та или иная сфера для нас остается под неким знаком вопрошания, что мы чего-то не знаем, не знаем, какой вердикт вынести относительно того или иного феномена. Но, тем не менее, мы живем так, как будто бы уже дали ответы на все возможные вопросы. И, как показывал Метцингер в своем исследовании, подобный подход к миру на самом деле необходим для нашего выживания как вида. Чтобы выжить, нам нужно быть уверенными, что вокруг нас не симулированная реальность. А для этого воспринимаемая нами реальность должна быть цельной, полностью прорисованной во всех ее элементах, некой завершенной картинкой, специально предназначенной для взгляда. Взгляда нашего собственного или взгляда другого. Положение номер два. Опять же, неподразумевающее, как бы то ни было, и спором возражения, так как оно вновь очевидно, но вновь является важной предпосылкой для тех идей, которыми я бы хотел поделиться. Как некогда сказал Франсуа Леотар, мы можем помнить лишь то, что мы всегда что-то забываем. Я специально не стал перечитывать, как сформулирована эта фраза в русском издании Леотара, чтобы воспроизвести ее по памяти, то есть с неизбежными искажениями и забываниями. Каждый день мы забываем что-то. Мы воздвигаем памятники, чтобы помнить о том, что мы забываем. Мы записываем что-то, чтобы вновь и вновь напоминать себе о несовершенстве своей памяти. Перечитывая дневники или дневники сновидений, спустя много лет мы подчас не только не помним того, что там описано, что было тогда, и сталкиваемся с этим как с чем-то абсолютно новым, но мы даже с трудом можем зачастую поверить, что это вообще написали действительно мы, чтобы под словом мы не подразумевался. Мы постоянно что-то забываем, и это процесс перманентный. Другое дело, что мы постоянно забываем, как правило, какие-то мелочи, несущественные для нашей адаптации к текущей жизненной ситуации. Когда мы говорим, что у человека великолепная память, то чаще всего под этим подразумевается, что он помнит все важнейшие детали того, что он читал, слушал, видел, то, в чем он принимал участие, несущественное же сначала отходит на периферию сознания, а затем и вовсе подвергается процессу энтерапии, ассоциативные связи, выраженные чисто физиологически в связях нейронных сетей и кластеров, ослабевают, и информация буквально стирается из нашей памяти, как мел можно стереть влажные тряпки с доски. Незначительные детали непринципиальных элементов интерьера, детали одежды, проходящих мимо нас, незнакомых нам людей. Как правило, участь стирания постигает такого рода детали в первую очередь, но не только их. Вспомните ваш прошлый день. Все, что вы сможете воскресить в вашей памяти, будет помещаться вдвое, а то и втрое, а меньшее время, чем то, которое вы потратили на проживание этого самого дня. Все остальное ушло. Что-то еще можно вернуть, и, возможно, даже будет возвращаться, а что-то из этих воспоминаний постепенно готовится к погружению в лес. А теперь попробуем соединить эти две идеи, идею об холичности нашего восприятия и идею о перманентном процессе стирания, незначительных фоновых деталей из нашего предсознания. То есть идею о перманентном забывании. И что же мы в итоге получим? А то, что за счет выпадения из памяти отдельных деталей на перерыве нашего сознания постоянно происходит, простите за буквализм, творческий процесс порождения для чего-то нового из вырезки выпадения из клейки. Ну вот, мы имеем некую цепочку воспоминаний. То есть некий один образ, ассоциативно связанный с другим образом, и некий, никак не связанный с первым образом, который имеет некую ассоциативную связь с образом. А теперь представим себе, что этот образ постепенно отходит на периферию сознания и, наконец, погружается в лицо. Такие процессы происходят постоянно. И то, что мы получаем на выходе, далеко не всегда является логичным, предсказуемым. А самое главное, что отследить такое, так скажем, в фоновом режиме, что происходит у нас на периферии нашего сознания, очень и очень сложно, иногда вовсе не возможно. Так вот, не есть ли наиболее причудливые образы наших слов работа именно такого рода механизма? Не работа случайного объединения, как подолагала материалистическая наука прошлого. К примеру, объединение образов крыльев и образа коня для порождения образа пегаса. Если встать на такую тропинку, то потребуется объяснять, зачем объединять эти образы. Это первое. А второе, откуда берутся источники энергии для объединения подобных интегративных процессов. И, чтобы ответить на эти вопросы, нам вновь придется возвращаться к тому, о чем толковали Юрк и Фрейд, каждый на свой манер. Но время идет, а, как вы понимаете, либидометра так и не изобрели. И навряд ли изобретут. Так как энергия, энергия либидо, это, конечно, прекрасная инструментальная гипотеза, но не более того. Но зачем нам умножать сущности без надобности? Материалистическая гипотеза плоха тем, что сложнее, чем гипотеза психоаналитическая, точнее, архетипическая психология, или аналитическая психология, если угодно. То есть содержит не меньше, а больше неочевидных условий для возникновения того или иного причудливого образа. Свести все к образам, весь спектр наших сновидений к образам предшествующего дня, как вы понимаете, не удастся. Невозможно никак. А объяснять, почему сегодня я во сне видел то или иное событие, или ту или иную сценку, с точки зрения материалистической позиции, окажется практически невозможно, а точнее, слишком трудоемко, многословно и малоубедительно. Потому что для этого придется прибегать к еще более сложному инструментарию, чем прибегали как Фрейд, так и Винк. Методы психоанализа и глубинной психологии в этом смысле оказываются намного в более выигрышной позиции. Механизмы социальной адаптации, работающие через вытеснение и различные формы метаморфоз, видимых нами ситуацией в реальной жизни, через ассоциативные связи, отыгрываются в процессе нашего погружения в сон в самых причудливых образах. И несмотря на практически полную противоположность взглядов Юнга и Фрейда, и та, и другая модель оказываются способны достаточно лаконично объяснить, в том числе творческие процессы, происходящие в наших грезах и сновидениях. Но что, если окажется возможным, объяснить эти процессы еще проще? Не прибегая ни к категориям лебединальной энергии, ни к категориям архетипов, более того, даже упраздняя само бессознательно. Ведь что такое бессознательно при данном углерассмотрении проблемы, как не ряд эффектов? А теперь попробуем суммировать все вышесказанное в некую модель. Мы постоянно забываем что-то, и это что-то уходит на периферию сознания и стирается. Стираясь, оно образует некую недопустимую для нашего восприятия мира щель, брешь, которая должна быть незамечена нашим сознанием, исходя из идеи его количества. В момент такого выпадения происходит склейка, заполняющая собой утраченное воспоминание, а так как эта склейка осуществляется механистично и, по сути, случайным образом, то возникающие результаты не всегда будут чем-то обыденным. А процессы выпадения склейки с неизбежностью хотя бы на краткий миг привлекают сам луч нашего сознания, так как можно объяснить поток образов, которые сопровождают не только наше сновидческое вытие в ночные часы, но и бодрствующее состояние сознания. Ибо, как вы понимаете, любые процессы выпадения и склейки это процессы, которые не могут не привлечь наше внимание. Таким образом, хотя бы на краткий миг подобные механизмы задействуют, так скажем, и, собственно, центр нашего сознания, тот лучик, который на них скользит и включает в тот ассоциативный ряд, с которым он сейчас работает в, так скажем, условно назовем это в мире своего обыденного пребывания. То есть на это будет влиять, соответственно, как то, на чем мы думаем в данный момент, так и то, что мы воспринимаем во внешней реальности в данный момент. Так может появиться, как вы понимаете, и Пегас посредством выпадения чего-то, уже не посредством склейки крыльев и коня, просто так, потому что зачем их склеивать, а посредством выпадения чего-то, что было связано ассоциативно как с одним, так и с другим, но не было связано между собой. Так и цель. Также может появиться и некая революционная интересная идея, некий творческий взгляд на давно интересующую вас проблему. С одной стороны, получается, это вход в искаженное восприятие реальности, ибо так может появиться все, что угодно. С другой же стороны, это вход совершенно в новый мир, созидание новых возможностей, исходя из иных, новых оснований. По сути, за счет случайной перекомпоновки, имеющихся у нас в памяти блоков информации, а точнее даже образно-информационных кластеров, происходит постоянная фоновая метаморфоза, которая способна выступать в ассоциативные связи с тем, что мы видим в данный момент, или удерживаем в данный момент в своем сознании. Так рождается то, что мы назовем вдохновением, инсайтом, творческим решением, но также так рождается и неадекватное восприятие окружающего нас мира, так называемые обманы памяти, которые в современной науке о человеке стали уже, в общем-то, общим местом как психологической, так и когнитивной, в том числе и популярной когнитивной литературой. Не так ли порождаются эффекты, которые глубинная психология именует бессознательными? Эффекты, которые можно объяснить более простыми процессами. Процессами того, что в философии поздней античности могло быть названо словом клиномен, неизбежным отклонением, а точнее неизбежным стиранием, порождающим бесконечную череду неизбежных отклонений в нашем восприятии мира. С одной стороны, это постоянно создает трение между тем пространством, в котором мы находимся, и тем, что мы о нем помним, что дает необходимый тонус для сознательного проникновения нас в окружающий мир. С другой стороны, это объясняет, причем наиболее лапидарно и емко творческую природу того, что обычно зовется бессознательным. Равно как и способно объяснить, почему середина нашего жизненного пути это наиболее бескомпромиссная встреча с тем, что именуют бессознательным, то есть встреча с ним лицом к лицу. Тогда, когда нами накоплено уже значительное количество ассоциативных связей, образов, того, что может быть встроено в богатый амплификационный ряд, но также и тогда, когда наша память постепенно начинает сдавать, и из нее стираются все больше и больше, все более и более крупные варианты. Не есть те наиболее удивительные и нетривиальные образы сновидений и плоды творческого гения лишь лаги, сбои, а точнее необычные сочетания таких сбоев. Ведь аналогию можно найти на самом деле не только в жизни человеческой, но и даже в неживой природе. Возьмем, к примеру, красивейший спил агата, камни. Что это? Произведение искусства или чудо природы? Ответ на мой взгляд оказывается удивительно прост. Это случайное совпадение того, что в человеческом мире считается красотой, с линии распила столь же случайно. Именно по этой причине красивые камни ценятся как произведение искусства, творение человеческих рук. Они столь же уникальны, как и искусство и столь же много могут дать для того, что мы зовем нашим внутренним миром. Случайная склейка и выпадение из нашей памяти информации, как и случайный спил по камню, производят чаще всего нечто совершенно малоинтересное. Но иногда могут порождать истинные жемчужины, зацепившись за которые, способные к искусству или творческому размышлению человек получают возможность развить целую сеть подобных образов в то, что искусствоведами зовется манерой письма или даже авторским стилем. Будучи автором сам, как музыкальных произведений, так и книг, а также картин, я постоянно вопрошаю себя, как происходит появление этих образов, звуковых замков или тех или иных интеллектуальных пассажей. И сейчас мне кажется, что я нащупал что-то в высшей степени ценное, точно соответствующее природе того, что я ощущал уже очень и очень давно. Не стоит думать, что я предлагаю отказаться от архетипического отхода к нашему внутреннему миру, отказаться от применения термина бессознательного и рассуждать о нем в той модальности, в которой выстроены тексты юнгианской школы или школы фрейдийской. Как известно, в сказке о каше из топора без топора каши не было. Хотя в самом составе той самой каши в общем-то топор и не было представлено. Возможно, архетипы говорят, естественно, в кавычках с нами, потому что иначе мы просто не будем обращать внимание на те процессы, которые мне хотелось сегодня уловить и преподнести вашему вниманию. Уловить в то лосо материалистического взгляда на реальность нашего психического начала, которое способно сделать их более очевидными и преподнести их в более простой форме. Я осознаю с полной, так сказать, с полным самосознанием выступаю перед вами, что моя модель еще сыра, она не проработана по целому ряду параметров, я это прекрасно знаю, и, в общем-то, задавать мне вопросы относительно того, как подобная модель сможет объяснить тот или иной известный феномен в психологической науке, в общем-то, бессмысленно. Так как я сам себе задаю эти вопросы постоянно и, в общем-то, надо сказать, что двигаюсь вперед, но двигаюсь достаточно медленно. Но сам факт моего продвижения уже дает надежду на движение в будущем. Сегодня я хотел лишь поделиться тем, что, возможно, нам не стоит бояться случайности, не стоит бояться бессмысленного бытия, не стоит бояться материальных законов, лежащих в основании того, что мы зовем нашим «я». И если даже идеи о бессознательном, идеи об архетипах и о том, что все это не более чем эффект стирания памяти окажутся производными от механистических процессов выпадения и склеивания, это не обесценит наше экзистенциальное проживание этих эффектов, которые появляются в результате действия такого рода процессов. И тогда возможно, картины известного художника, новатора или совершенно по-новому сочетаемые тембры в том или ином симфоническом произведении будут цениться нами еще больше, так как в их основании будут лежать случайные коленомары. Ускользание, отклонение от типичных ассоциативных связей в ускользание за пределы действующего смыслового диспозитива. То есть, по сути, чудо. То, что порождает вокруг себя эффекты, сопоставимые с кругами, ведущими по воде отброшенного в него камня. Сегодня я хотел поделиться с вами этими мыслями и бросить свой камень в воды окружающего нас интеллектуального пространства. И не столько даже для того, чтобы быть понятым, принятым или непринятым, не столько для того, чтобы вы могли воспользоваться этими идеями в своей работе и как в смысле ее использования прямого, так и в смысле иронии над ней или даже использования меня в качестве мема. Для меня это было важно прежде всего, чтобы оттолкнуться от этих высказываний самому и двигаться дальше к новым столь же сырым идеям, к новым непроработанным схемам. И даже если в них самих и нет смысла, то он возникает между вписываясь в причудную сеть того, что есть и того, что возможно будет. У меня на сегодня все. если какие-то есть ко мне вопросы, то я могу попробовать на них ответить. Сейчас сразу скажу, что материал действительно сырой, требует обдумывания, перепродумывания, в том числе, надеюсь, и каждому из вас самостоятельно. Но есть вопросы? Уважаемые слушатели, есть вопросы? У Владимира Васильевича запробовала. Они сначала подошли, но что мне устрашивает, может быть, это связано с сырым материалом. Когда вы приводили пример со склейками и с исчезновением сведения, он вписывается в ролику отношений. То есть, если у вас есть два места, не равных трубам, но при этом они равны третьему, убрав третий, получите равенство первого друга. Это понятно. А вот переход к следующему примеру, когда вы говорите о комбинаторике и о случайности, что не предполагает отношения между этими двумя, становится непонятно, как вы от первого примера перешли ко второму. Спасибо за вопрос. Это как раз я в начале доклада. Я вижу склейку, которую надо прояснить. Я это как раз прояснял, это было просто в начале доклада. Смысл следующий. Здесь как раз среднее не равно краям, оно является слабым звеном. И таким образом любые ассоциативные связи, в них появляется некое слабое звено, которое мы забываем в первую очередь. Постепенно эти слабые звенья накапливаются до критической массы информации, когда соединяются между собой уже такие явления, такие образы, которые между собой либо мало связаны, либо способны порождать те, так сказать, структурообразующие явления, которые в той же самой системе могли перевернуть всю вот эту мобильно стоящую пирамиду. То есть мы находимся изначально в неком диспозитиве, в неком форме выстроенной системе, в некой дискурсе, выйти за пределы которого мы не можем. И когда появляется некая творческая мысль, мы пытаемся понять, объяснить ее, либо исходя из новой системы, которую она предлагает, либо пытаемся найти корни в предшествующей системе. Я хочу показать, что все подобные творческие процессы можно объяснить путем выпадения вот этих зрений. Да, чаще всего абсолютно правы, это не будет производить никакого эффекта. Если мы отсюда уберем царапину с этого экрана, мы забудем ее прежде всего, то, соответственно, экран от этого не перестанет быть собой. Но, во-первых, в некоторых случаях даже такая маленькая деталь способна порождать склейку самых, что ни на есть причудливых элементов между собой. А, во-вторых, имеет место быть критическая масса подобного выпадения. То есть, если таких выпадений становится много, то мы можем из одного рисунка, вырезая из него отдельно тонкие полоски, сложить совершенно новый рисунок, который изначально не предполагался. И, более того, он был невозможен внутри той самой системы. Думаю, для вас, просто я еще по одной из своих отраслей как текстолог, думаю, для вас как философа, как историка, культуры, это будет абсолютно очевидно. Когда мы работаем с рукописью, которая сохранилась для нас не полностью, и мы пытаемся ее восстановить, то, в общем-то, по большому счету, сколько бы мы туда не прилагали усилий, часто это оказывается невозможно. Нас требуют, чтобы мы ее издали, чтобы мы ее привели к какому-то варианту, чтобы ее откомментировали, но, в общем-то, это технически невозможно. Из нее выпали уже те элементы, и ее можно сложить во что угодно, только не в то, чем она была изначально. Она порождает любой дискурс, кроме того самого, в котором она изначально создавалась. я принимаю ваши ответы, то есть можно, я не прикрылся, не критическое замечание, да, это было, я признаю, что это гипотеза продуктивная, и вторая тоже продуктивная. У меня как раз вопрос вот их связи, то есть, например, да, ваша рубашка черная, а ваша рубашка темная, и если я скажу, покажите мне человека, одетого в темную рубашку, вполне возможно большинство покажет на вас. Я попрошу показать одетого в черную рубашку, и опять большинство покажет на вас. Пророждается вопрос, черная она или темная, потому что одно будет относиться к цвету, второе к свету, и тем самым вы спилили А и В вашей рубашкой, да, если А это свет, а В это цвет. И ничего только не выпало. Понимаете? Ну, комбинаторика не предполагает обязательного выпадения. Комбинаторика не предполагает обязательного выпадения. В данном случае речь идет именно о перманентном процессе стирания из памяти чего-то. То есть, речь идет о необходимости выпадения, ибо, так скажем, свидетельствование выпадения, ибо оно происходит как процесс. И другой элемент это то, что наше сознание халично, а значит, мы не можем воспринимать сам факт, что вот у нас нечто было одно, нечто другое, выпало нечто между ними, и мы воспринимаем строго дырку аппарата. И дырки тоже мы не можем исправить. Правильно? я имею ввиду, пегас, это пегас. Это не есть результат выпадения свиньев, там, лошади и собачивания крыльев, да? Это просто пегас. Потому что он сам сам фактом своего появления он порождает некий новый дискурс. совершенно так же, как в вашем примере со спилом камня. Спил камня, то есть он случайный. То есть смысл-то в том, что в данном случае, то есть я принимаю ваш взгляд, он абсолютно справедлив, в 99% случаев, в 99% еще подобного рода процессы, они не приводят ни к чему, ни к какому смещению. То есть сущностному. То есть мы остаемся в том же самом дискурсе, в той же самой дискурсивной практике, за нее не выходим. Но там могут быть всякие причудливые отклонения, которые мы в общем-то фиксируем, любой психолог тут подтвердит, что человек может о своей жизни рассказывать совершенно интересные вещи, чего в общем-то совсем там не было. Но с другой стороны, именно подобного рода выпадения может стать объяснением того, что так боялся объяснить Кукор. Почему меняются дискурсивные практики? Откуда внутри полностью целостной сложившейся системы берется потенциал, чтобы эта система стала совершенно другим? Так спасибо большое за замечания или вопросы, потому что действительно здесь есть очень много над чем подумать. Я себе могу и более критичные моменты осветить в моей схеме. она нуждается в значительной проработке причем не только мной самим, но большим количеством специалистов из разных отраслей со своим опытом и со своим профилем подхода к ней. Но я просто сегодня хотел поделиться некой идеей, которую возможно каждый из вас сможет развить в своих самостоятельных засканиях я никогда не пытался взять авторское право на то, что я здесь предлагаю. Затем я этим и делюсь. Большое спасибо. есть еще вопрос? Пожалуйста. Я как раз из разных специалистов я психиатр и хотел бы такой психиатрический дискус предложить, потому что Карл Густаф Юн тоже был психиатром, не только аналитиком психологом. И он наверняка знал о том, что бывает не только выпадение памяти в каждой степени, но и конфобуляции, например, псевдореминициации, например. И вот как же быть с этими никогда не бывшими, не случавшимися воспоминаниями? Не могут ли они всплывать и восполнять вот эту картину каждый раз по-своему? В зависимости от эмоционального состояния, в зависимости от ожидаемого эффекта, ну и в зависимости от текущей психопатологии Карл Густаф Да, да, да. Потому что ее тоже не будет убивать, она, как правило, случается, вот, казалось бы, вполне у приличных и совершенно здоровых людей. Так вот эта вот маленькая психинка, которая всплывается, вы предполагаете ее как-то учитывать в дальнейших своих размышлениях? Спасибо вам. Спасибо большое за этот вопрос. Я вот думал, выносить сегодня это или нет. У меня есть на эту тему на самом деле наработки. Просто у нас доклад лимитирован по времени. У меня есть такая, ну так мы назовем это не теорией, не гипотезой, даже интуиция. Некая интуиция о том, что все эти стыки, которые с неизбежностью могут нарушить нашу веру в то, что все, что перед нами это не симуляция, а как вы понимаете, современная наука стоит на позиции, что это все-таки симуляция. Мы видим все, что мы видим на несколько сотых долей секунды раньше, чем оно случается. Так что по определению это симуляция. Так вот, чтобы мы сохраняли свое я, чтобы мы за него боролись и этот организм не погиб, нам нужно верить, что это не симуляция. И, естественно, подобного рода выпадения могут насторожить сознание. Нам может показаться, что здесь что-то не то, что здесь что-то не то. И, как в современных есть программах, как в фотошоп, можно картинку немножко ретушировать, замазывать. Так вот, мне кажется, что наше эмоциональное состояние в момент этого выпадения, наш опыт, он же у нас не связан только с воспринимаемой текущей ситуацией. У нас есть опыт прошлого, у нас есть некое представление чаяния о будущем и так далее. Сложные вот эти кластеры, окрашенные эмоциональным нашим состоянием, ретушируют это по-разному. Как бывают разные фоны, да, такие, можно такой, не фоны эти, а фильтры. Можно один фильтр выбрать другой фильтр. Я в детстве маленький наблюдал за городом, как раз использую разные цветные стеклышки. И заметь, через разные цветные стеклышки город воспринимается совершенно по-разному. пасмурный день, и мы смотрим через оранжевое стеклышко, нам кажется, что это ясный солнечный день, замечательно. Если через фиолетовое, то это вечер, вне зависимости от того, какой сейчас день находится. Так вот, такого рода фильтры применяются, опять же, механически, потому что это случайное сочетание, когда что-то выпадает, а в этот момент мы находимся в определенном эффекте. И он красит в такого рода фильтры. И это может порождать такого рода эффекты, что тут уже можно и, простите, до эффектов искаженного восприятия действительности доходить. Так что, да, это очень то-то тонкое спасибо за внимание, что я говорил, это действительно очень тонкое замечание. Спасибо. Владимир Николаевич, очень коротко. Да, вот пример с пегасом. Да, мы что-то забыли. Может быть, мы забыли крылатого быка, крылатого льва при этом. Это вот какой вопрос у меня. Не означает ли этого, что вы думаете вопрос об историчности? Да, мы забыли. Но, может быть, мы вспомним про АБК, про Льва и откуда это взялось. Про архетипические фигуры. Да, да, и вот есть и архетипы. В данном случае я, как бы, скорее стою на научных основаниях школы аналог, да, то есть, если я и верю в существование архетипа, то только верю существование его на определенном историческом этапе. Потому что, если мы все-таки подойдем к истории более детально и будем смотреть ее более внимательно, то окажется, что вечные вещи существуют только веку. поэтому в данном случае, да, безусловно, когда речь идет о Пегасе, мы можем говорить о культуральном заимствовании. То есть, сочетается не реальная курица или лебедь с реальным конем, а сочетается некий метафорический один образ с другим метафорическим образом. И в данном случае, да, то есть, я понял, как бы, некую направленность что было забыто, когда было забыто. Вот это очень важный момент, потому что, то есть, здесь нельзя сводить к тому, что забывается, только то, что заимствуется из внешнего мира. Нет, забывается и то, что продуцируется. А я уже говорил, что продуцируется посредством этого забывания что-то, что может быть предельно отличным от внешней реальности. И более того, то, что продуцируется, тоже продолжает забываться. Таким образом, мы можем стать уже на позицию вторичного выпадения. Не того, что, да, там вот из реальной ситуации, а выпадение из мифа, выпадение из сочетания мифов, выпадение из наслоения культуры одно на другую и так далее. То есть, все не сводится исключительно к текущему дню, да, все сводится к погруженности нашей в некую систему. Из этого действительно, более того, я прорабатываю еще и идею того, какого рода фигуры сочетают, то есть, я вам показал фигуру, простите, что правильно и вызвало гнев, фигуру самую примитивную, да, проще быть не может. Ну, это классика, да, просто, чтобы объяснить процесс. Но, это фигуры могут быть очень сложные, значительно сложнее, чем заезженная в лакановском дискурсе бутылка клярина, да. И вот эти топографии, они тоже очень интересны. Какого рода, так скажем, кульбиты осуществляются образом и образными кластерами вот в этом процессе выпадения? спасибо. Спасибо, Григорий. Спасибо за внимание, спасибо, что приглашили. Если было время, я бы спросила про Джордана Бруно, который исследовал память. Да, Джордана Бруно замечательный был исследователь, да, с, с, недавно, ну, относительно недавно выжила работу его связи, да, на русском языке. Да, 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 да. Давайте послушаем. Спасибо большое. Да, я не могу сказать, что вы сзади не могу переносить к тому обещанию. У меня уточняющий вопрос. Очень короткая уважаемость от младчика, сказать о том, что вы попадаете на какие-то разумные в школе или в школе в школе, в школе в следующий момент вы знаете, ли я не знаю, что при ситуации социального поля у каждого человека будет что-то своему. Но у него как-то считается мы говорим на своем области у всех массово интерфеталия в каких-то церкви. Григорий, повторите вопрос. Я сейчас озвучу ваш вопрос аудитории, потому что не слышно было у вас с ноутбука, я слышу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос сводился к тому, будет ли выпадать у людей, находящихся в одном социальном поле одно и то же или различное. Но в данном случае, мне кажется, 50 на 50. То есть мы понимаем, что есть вещи социально значимые для большого количества людей и, соответственно, наоборот, социально не значимые. Как это, например, блистательно показывал Мишель Пустуров в своей работе синий, то, что для античности синий цвет просто не представлял собой какого-то особого культурного кода не нес. Поэтому не то, что его не видели в буквальном смысле слова, но не считали нужным описывать, как, допустим, в какой-нибудь культуре 19 века не стали бы фиксировать какой-то оттенок, который стал модным вот сейчас. Допустим, цвет фуксии. Ну, допустим. В общем, это не значит, что его самого по себе не могло быть в принципе никаким образом. То есть, в общем-то, он встречается. Так вот, соответственно, будут выпадать такие элементы, которые для текущего дискурса, для текущего диспозитива, а диспозитив всегда властный по определению, они будут выпадать, если они для него незначимы, они будут выпадать в первую очередь, но не будем забывать, что мы мыслим кластерами. Соответственно, есть некий индивидуальный опыт, который накоплен нами, и каждую текущую ситуацию мы воспринимаем через произвущие этого опыта. Поэтому то, что даже для культуры может быть совершенно на данный момент незначимо, может по стечению случайных обстоятельств лично для какого-то конкретного человека быть очень значимо. Но тему, которую вопрос задали, можно тоже развить очень интересную другую тему, опять же оставлю это на лодку, вам только ее обозначу, то, что это говорит о том, что меняется не только сам диспозитив, а меняется то, что мы зовем нашим я-постоянием. Вот еще что-то. Спасибо большое, Григорий. Спасибо, Спасибо. Спасибо, спасибо большое вам за внимание. Денький пример был у вас. Да, большое спасибо, Григорий, как всегда, блестяще. Спасибо. 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 Спасибо.